Здравствуйте, добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта. Меня зовут Алексей Красиков. Сегодня мы говорим о личных брендах или о личном бренде. Мы говорим о ошибках и о том, как, к сожалению, современный интернет-маркетинг вас обманывает. Для начала я бы хотел сказать, что я здесь приведу очень хороший кейс в области психологического здоровья и своей профессии. Так что смотрите до конца, будет очень интересно, и на примере этого кейса вам будут многие вещи понятны, как люди утрачивают определенную компетентность и востребованность. Ну а для начала давайте начнем, что такое личный бренд и в чем вас обманывают, и в чем суть. Современный маркетинг, современный инстаграм и вообще современная, скажем так, социальная платформа пестрит тренингами развития личного бренда, маркетологи готовы вам продавать тренинги по личному бренду, брать с вас тридцаточку заведения инстаграма и личного бренда, и в общем-то, если вы углубитесь, то вам продают упаковку, это фирменный стиль, это определенная маркетинговая концепция SMM, это какая-то единая лента, единые какие-то маркетинговые фишки по работе с аудиторией, в общем, это можно назвать по большому счету SMM-маркетингом, который, к сожалению, продается как личный бренд. Грубо говоря, мы из любого человека сделаем личный бренд, мы тебе просто сделаем, тебе фирменный стиль, мы тебе сделаем какую-то упаковку, мы тебе сделаем какую-то однородную ленту, проведем там пару-тройку фотосессий, будем писать статьи, и это они называют личным брендом, и это полная чушь, и я объясню почему. Я сейчас буду говорить о себе, и я не хочу, чтобы вы думали, что я хвастаюсь, просто я хочу привести вам пример, что перед вами находится человек, который называется действительно личным брендом, или self-made man, человеком, который сделал себя сам. Я родился в 83-м году в подмосковном городе Химки, в семье молодых спортсменов. Я не родился никогда, не рождался в семье политиков, предпринимателей, бизнесменов. У меня семья очень хорошо образованная, но она очень советски правильная, что не дало ни папе, ни бабушке, ни маме, ни дяде, ни тете, в общем-то, выйти на какие-то коммерческие рельсы. И моя семья всегда работала очень хорошо и качественно, но никогда не отличалась большим финансовым достатком. То есть я никогда не был в привилегированном каком-то положении, и мои родители никогда не имели каких-то излишков финансовых, скажем так, но они зарабатывали достаточно для того, чтобы обеспечить образование, кушать и, в общем-то, даже неплохо иногда развлекаться и ездить в Болгарию, ездить в Крым, отдыхать. Значит, я сегодня являюсь одним из востребованных специалистов в области психотерапии и психологии, хотя никогда об этом не думал. Сегодня я зарабатываю от 3 до 5 миллионов в месяц на своей основной работе. Очередь ко мне стоит на месяцев так 3-4, и последние данные говорят о том, что на личную консультацию больше 300 человек стоит в очередь. И это я сейчас не хвастаюсь, просто я хочу показать, что такое востребованность. И это на протяжении 11 лет, а не вчера случилось. Итак, на минуточку. Соответственно, я хочу вам сегодня рассказать эти секреты, и чтобы вы, может быть, поняли, куда вам нужно смотреть, чтобы вас не обманули. Окей? Значит, забудем сейчас про меня и про то, что есть по факту. Теперь давайте перейдем, что такое личный бренд. Личный бренд – это не маркетинг. Личный бренд – это не упаковка. Личный бренд – это не стиль фотографии в Инстаграме. Личный бренд – это уникальная ваша компетентность в том, что другие повторить не могут. Это очень важно понимать. Кока-кола является брендом не потому, что там написано Кока-кола, а потому, что ее состав уникален и востребован. Личные бренды и вообще бренды. Бренд от личного бренда отличается, так сказать, тем, что бренд – это торговая марка, а личный бренд – это торговая марка человека. Но торговая марка человека продает его уникальность. Проще говоря, это то, что вы можете делать такого, чего не может сделать другой человек. Вот это важно понимать. Вы обладаете чем-то, что нельзя повторить или скопировать, или тиражировать и девальвировать. Понимаете, о чем я? Ну, например, вы пластический хирург, который прекрасно делает операции, либо вы врач-косметолог, который прекрасно делает инъекции, либо вы стоматолог, который прекрасно делает ортодонтию, или вы визажист, который прекрасно делает визаж. В общем, вы делаете что-то либо руками, либо мозгами. Такое, что, в принципе, очень на рынке сложно повторить. Понимаете, о чем я? Вот это очень важно понимать. Именно поэтому я, в отличие от такой, как бы популярной профессии психолог, достаточно востребованного человека достаточно давно. Потому что я не психолог. Потому что я делаю то, что очень много лет востребовано. И это не рассказ про панические атаки и ВСД. Сейчас об этом чуть поподробнее. Поняли, что такой личный бренд с примерами? То есть личный бренд – это не то, как вы упакованы, и не то, как ведутся ваши соцсети. Это то, что вы делаете для людей. У меня была история. У меня вообще с маркетингом всегда была большая проблема. Если вот этот ролик будут смотреть мои клиенты с шести, восьми летней давности, то они вам расскажут о том, как со мной тяжело всегда было связаться, как тяжело было записаться, непонятно, куда звонить, непонятно, что делать, непонятно, как что купить. У меня всегда сайты были такие достаточно сложные. У меня очень много лет не было даже лендингов под какой-то конкретный курс и программу. На моем сайте у меня один приятель, который мне помогал потом сделать более-менее нормальный, понятный сайт. Он говорит, «Лёжка, это у тебя, вот чтобы купить, это квест просто пройти, понимаешь?» И вот этот квест люди проходили, понимаете? Они проходили этот квест с этой какой-то непонятной интегрированной системой оплаты. У нас ничего не работало, у нас рассылок никаких не было, социальных сетей я не вел никого в Инстаграм, у меня тогда еще особо не было. Если он был, то он был просто вот, вот как и сейчас, вот этот добрый день, я еду за кофе. И вот вы поймите, что если вы посмотрите на мои соц. страницы, у меня все всегда неправильно. У меня с точки зрения СММ все через одно место, через жопу, потому что все говорят, «Как это? Что это такое? Это неправильно?» Так в этом и есть вся история, понимаете? Вот давайте я продолжу по фактам. Вот у нас сейчас 19 сезон набирается, у нас сезон обычно идет набор месяц, то есть 4 недели, да? И каждую неделю у нас цена поднимается. Первая цена, вторая цена, третья цена, четвертая цена, последняя. Вот у нас за первую неделю мы сделали выручку и собрали такое количество людей, как за все предыдущие сезоны. То есть у меня за первую неделю собралось 450 человек уже. Я не вкладывал денег в рекламу. Я никакие коллаборации с блогерами не делал. Я только демонстрировал то, чем я занимаюсь. Я разбирал кейсы, я вел трансляции, и в основном я разбирал кейсы. Это сейчас будет очень важный момент в понятии личный бренд. Потому что если бы я вам просто рассказывал про панические атаки, про ВСД, про горофобию, про неврозы, это уже не является информацией, за которую, собственно говоря, люди будут ценить на меня как личный бренд. В большинстве случаев. Поэтому очень важно понимать, что личный бренд – это не упаковка. Личный бренд – это уникальность того, что вы можете предложить потребителю. И поверьте, потребитель, если ему это надо, он за вами с фонариком придет. Он выводит ночью долбить в сарай, чтобы вы только дали ему то, что для него нужно. Вот это надо понимать. В чем же вас обманывают? Обманывают вам в том, что вам в основном продают упаковку. Вам говорят, товар не важно, главное – упаковаться. И вот это является очень серьезной проблемой. Это является серьезной проблемой. Это, к сожалению, во-первых, это рушит конкуренцию здоровых систем и здоровых компаний, потому что вот работают на рынке три компании, которые действительно занимаются качественным каким-то продуктом. И вот приходят сто некачественных продуктов, но они вот так вот ярко упаковываются. И, конечно, они размывают рынок, и многие профессиональные игроки разных индустрий жалуются на вот это вот большое количество мелких игроков, непрофессионалов рынка, которые только сбивают потребителя с понимания качества и размывают понятие качества и понятие сервис. Как еще можно вам объяснить тему личного бренда? Ну, давайте, наверняка, давайте я, например, перейду вот к этому кейсу из моей профессии. Вот ваш покорный слуга в 2011 году начинал первый в российском YouTube рассказывать о неврозах, панических атаках и вегетсосудистой дистонии. Это было с лета 2011 года. И на тот момент случайным образом оказалось, что эта информация была уникальной, и эта информация была эксклюзивной. И ко мне люди стояли в очередь просто за тем, чтобы узнать, что такое панические атаки, неврозы, симптоматика, вегетсосудистой дистонии. И ко мне затем присоединились определенные коллеги по YouTube, которые стали повторять все то же самое, делая аналогичные вещи. И первые три, наверное, четыре года, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, эта информация у моих коллег была действительно составляющей личного бренда. То есть это было информирование людей о панических атаках и вегетсосудистой дистонии, и о методе работы с ними. Все бы было хорошо, да не случилось бы правды. А правда заключается в том, что информированный людей о панических атаках и ВСД не является личной компетентностью уже. Потому что, открывая YouTube сегодня, вы увидите, что информации о панических атаках и ВСД великое множество. Проще говоря, те ребята, которые ставили ставку на информированные людей о панических атаках, ВСД и симптоматике, они сегодня деноминированы. Проще говоря, они не обладают уникальностью и они не обладают эксклюзивностью того, что не могут повторить или сделать другие. Это говорит о том, что личного бренда не было. А вот люди, которые могут делать уникальные вещи за рамками панических атак, за рамками объяснения, информирования, работая с основой и ведя долгую методическую работу, за которой люди стоят в очередь и готовы ждать полгода, вот это называется, ну, если хотите, востребованность. И это и есть личный бренд специалиста. Давайте подытожим. Личный бренд – это то, что вы можете делать уникально. Да, никто не говорит о том, что личный бренд и вашу уникальность вы не можете оформить современно и хорошо. Это нормально. Но это не главное. Поверьте моему опыту, у меня стояла очередь и у меня покупали мои консультации и мою персональную работу. И тогда, когда у меня был плохой сайт и хороший сайт, я вам больше могу сказать, хотите, вот тут кто, маркетологи будут смотреть, да, видео. Я провел эксперимент. У меня в среднем сезон делает выручку там от двух до трех с половиной миллионов рублей. И я решил посмотреть, а как будут люди покупать мой сезон основной, да, по управлению эмоциями, по работе с неврозами, эмоциональному интеллекту, стрессоустойчивости, если я лендинг делать не буду. Вот я думал, что если у меня будет лендинг, то у меня вот будет такой-то объем людей на курсе. А если у меня лендинга не будет, то будет другой. И я не помню, какой точно, но один из сезонов был без лендинга. Его купило точно такое же количество человек, как и обычно. О чем это говорит? Второй, простите, второй еще был момент. Я убрал звонки менеджеров, обратные звонки. И если вы помните, вам иногда звонила Марина и Михаил. Я закончил эту историю. И меньше не купила. А знаете почему? Потому что люди идут за продуктом, который им действительно нужен. Он им никак не демонстрировался. Он им не прозванивался. Он им не продавался, блядь, по алгоритму. Они посмотрели продукт на Ютьюбе. Они посмотрели разборы. Они послушали, посмотрели, покумекали, приобрели базовый курс. Получили результат и поняли, что им это надо. И вот тогда они сами приходят, и им не надо ничего продавать, не надо их обманывать. Они приходят и говорят, я готов работать, я понял, что мне это надо. И такие клиенты и получают результат. А вот те, кому начинается, вы придете, приходите, у нас хорошо, а приходите, а вот вы это, а вот вы то. Вот я это, честно, не люблю. Да, мы делаем там напоминания, мы делаем какие-то маркетинговые уведомления о том, что, ребят, у нас скоро будет, ну и все. Вот это понятно. Поэтому те ребята, которые делали ставки на информирование о панических атаках в АСД и неврозах, к сожалению, сейчас могут находиться в сложной ситуации, потому что нету личного бренда с точки зрения того, что не может, что не могут делать другие. И в этом и есть проблема профессии психотерапии и консультирования, потому что вот просто психолог, это знаете, это вот, ну, ну, это ни о чем. А вот человек, которому хочется идти и стоять в очереди полгода, это не психолог. Это гораздо что-то более полное и важное. И это не про... Понимаете, вот многие могут сказать, что это распиаренный психолог. Ну, окей, ну, хорошо, но мы денег в рекламу не вкладываем. Распиаренный каким образом, простите? Ну, ну, каким образом распиаренный? Но если вы не понимаете продукт, и вы будете стоять в очереди с тревожным неврозом полгода, если это просто какой-то распиаренный человек? Ну, наверное, вы пойдете как бы, ну, как бы, что попроще, да, что подоступнее. Вот я хочу на таком, может быть, не совсем скромном примере, но я хочу вам показать, что вы должны думать прежде всего о своей уникальной компетенции. Во-вторых, вам надо ограничить зону этой компетентности. То есть, чем уже будет ваше профессиональное поле в каком-то смысле, тем быстрее вы в нем станете хорошо разбираться. Поэтому я вам всем искренне желаю, чтобы вы не боялись пробовать, пробовать и пробовать различные поля, различные индустрии, различные сферы. И я вас уверяю, что вы можете стать уникальным самородком в сферах, в которых вы раньше бы никогда бы себя бы не представили. Вы никогда не могли представить... Вот я не мог себя представить, например, на должности директора по маркетингу. Кстати, вот меня там всякие гоплины в интернете говорили, что я собак стригу. Но вот это откуда пошло? Я потому, что пять лет возглавлял маркетинговый отдел зоокомпании. Я открывал по франшизе салоны, я сооснователь школы Громинга Милорд. Я пять лет работал, развивая сети франшизу по всему миру. Я, правда, никогда не стриг собак. Я не знаю, откуда они это взяли, потому что я занимался менеджментом компании. Но это другой вопрос. То есть, я никогда не думал, что я буду работать в зообизнесе. Я всегда думал, что я буду связан с менеджментом финансовым крупных компаний. Но я попробовал и я нашел там себя. И я также попробовал в истории анализа фондового рынка. Я нашел там себя. Я сегодня заработал 2 миллиона 600 тысяч за два месяца с нуля. Новичок. Я пробую и анализирую. Пробую и анализирую. И вот и вы должны пробовать, пробовать и пробовать. И когда вы найдете свою уникальность, вы и станете личным брендом. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо.